Пожароопасная ситуация в подмосковных лесах сохраняется. Лесничие работают в усиленном режиме. Подконтрольная площадь измеряется тысячами гектаров. Главное – не допустить возгораний. Кто и как следит за порядком в Малаховском лесничестве, узнал наш корреспондент. Лес – рабочее место Екатерины Веселовой. С введением усиленного режима патрулирования она здесь практически ежедневно. На автомобиле или своим ходом. В день преодолевает десятки километров. Есть четыре маршрута патрулирования. В день один маршрут. Приблизительно 140-144 километра протяженность маршрута. В настоящее время приоритетное направление в работе лесничего – пожарная безопасность. Непотушенный костер, оставленный мангал или окурок. Причин возгорания много. В прошлом году, например, у нас из-за оставленного костра сгорело 13 гектар леса. Мы не могли справиться, потому что была также сухая погода. Было очень тяжело тушить, но, конечно, активировали все возможные силы. И благодаря слаженной работе пожарных, МЧС и лесничих удалось избежать катастрофы. В ходе обходов лесничий первым делом проверяет места, где уже случались пожары, как потенциально опасные. Осматривает места, где любят отдыхать граждане. Пресекает разведение огня. И напоминает о том, что штрафы выросли. С этого года ввели штраф на гражданских лиц от 40 тысяч рублей. Поэтому я настоятельно всем рекомендую, прежде чем идти в лес и разводить там костер, подумать. Также на особом контроле лесничьего участки леса, где имеется торфяная подстилка. Второе направление в работе – борьба с мусором, который оставляют граждане. И строительный мусор, и бытовой мусор. Строительные в основном выкидывают битый бетон-кирпич, либо какие-то доски. Здесь вот недалеко от места, где мы снимаем, буквально недавно убрали, выкинули целый строительный вагончик. Нарушители, как правило, орудуют ночью или рано утром. Поэтому застать их на месте правонарушения часто не удается. На неустановленных лиц заводится административное дело. Розыск занимает от месяца до двух. Но порой установить виновников помогает сам мусор. Недавно у нас была огромная куча с почты. Ну и, соответственно, велась работа. Посылались на Почту России уведомления о явке, уведомления об истребовании сведений, чтобы они нам предоставили информацию, каким образом почтовый мусор мог оказаться в лесном массиве. Загрязнение лесного фонда наказывается штрафом от 5 до 250 тысяч рублей. В ближайшее время, по прогнозам Екатерины Веселовой, объем работы вырастет в разы. Начнется грибной сезон. Потребуется обеспечивать пожарную безопасность, бороться с мусором и искать заблудившихся грибников. Чтобы не потеряться, лесничий советует любителям тихой охоты собирать грибы в знакомых местах, одеваться в яркую одежду и перед выходом в лес проверять уровень заряда мобильного телефона. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.